Конец ковида. Знаете, а ведь последние два года у нас был общий враг. Ковидло поганое расползалось по матушке Руси и едва не спровоцировало гражданскую войну. Куаризаторы бились с антикуаровцами не хуже фрунзенцев с колчаковцами. Итог почти. У каждого появилась учетка на госуслугах. Кстати, запомните это. Увы, ковидло сошла на нет. Сворачиваются инфекционные госпитали. Омикрон примирительно именуют гриппом Омикрон. Перед лицом какой опасности народы сплотятся в следующем году? Не дает ответа русская птица-тройка, ФСБ, УФСИН, Министерство обороны. Она лишь успешно испытывает гиперзвуковую ракету Циркон, да болевые пределы заключенных колоний. Собственно, реально мы пока ролл этот писали, опять поменялась ситуация с ковидло. Если была тема разобрать все ковидные госпиталя, нет, ковидные госпиталя сейчас обратно собирают, потому что Омикрон очень заразен. И если раньше на условную тысячу заболевших был один тяжелый, то сейчас понимаем, да, миллион заболевших, и там может быть тысяча тяжелых. Эта волна ковидлы точно продлится до марта. И поэтому до марта великому русскому народу точно есть собирательный образ общего врага, а там уже и лето, глядишь, и на дачи, помидоры и так далее. В общем, минимум на полгода ковидло еще раз консолидирующее и объединяющее силы нашего общества. Итак, теперь у каждого есть учетка на госуслугах. Почти у каждого. Это прямой путь к электронному голосованию. Мы не хотим в гибельный застенок Уфсина, потому вопрос, сколько в России живет народу, оставим исследователям. В России учетные записи давно важнее людей. С учетными записями порядок. Мы все видели, как прошла незаметная перепись. Теперь учетные записи могут переизбрать президента на новый срок. Слово «переизбрать» ключевое. Юбилейным Тинькофф-фильмом в массы запущен тезис «Русские дистанционные сервисы для населения самые передовые». Это так. И наш сервис удаленного голосования будет самым крутым. И результат его работы будет самым легитимным. Запомните эту фразу. Русская цифровая вселенная пожирает американскую Яндексу. Преференции, цукербринам миллиардные штрафы. Русский диджитал-капитализм – прямой наследник дикого капитализма русских 90-х. Волошь не конкурирует с Сукербергом. Волошь сосредотачивается. Это вопрос. Его спросили, Россия сердится? Нет, Россия не сердится. Россия сосредотачивается. В итоге бастующие в Кемерово дети-курьеры не могут найти кнопку связи с главой русской цифровой вселенной. В аналоговом мире горят томские ленты. Системный кризис русского капитализма достойно отдельного разговора. Мы обязательно вернемся к нему в новом году. Лента горит, капец. Сейчас срываться будут фейерверки все. Главный холивар года. Как называть президента Татарстана? Так, как решил народ Татарстана? Или так, как решили депутат Думы Крашенинников и сенатор Клишис? Все копии об этом сломаны. Мениханов не перестанет быть Менихановым. И высшее должностное лицо Татарстана не превратится в простенького главу. Но с буковками поиграйте. Посмотрим. Местное самоуправление и его сплющивание, добив фонетику названий глав регионов, неутомимая пара Крашенинников и Клишис взялась за местное самоуправление. Мэров пока еще нельзя вешать. Но можно будет отстранять. В идеологии очередных поправок неразлучников-законодателей местное самоуправление должно стать каким-то одноуровневым. Что это, мы не знаем. Но ничего хорошего не ждем. Ну, раньше мы от этой пары прорывов не видели. Ставь лайк, если доел Оливье. И Диз, если не читал все 203 страницы свежих поправок сенатора и депутата. Итог был недовольный треугольник. Увидимся через неделю.